Объекта непринадлежащего насэнерго оказывает наибольшее влияние. Мы понимаем, что сейчас серьезная проблема – это транспорт, но я говорю о стационарных источниках средних аспортных. Самым серьезным, пожалуй, источником является объект теплоэнергетикой. Включите, пожалуйста, презентацию. Фамилия? Буглия. Итак, «Мосэнерго» сегодня, «Мосэнерго» сегодня – это одна из крупнейших генерирующих компаний, а можно мне что-то переключать? Одна из крупнейших генерирующих компаний, которая включает в себя 15 электростанций. Одна из крупнейших компаний, которая включает в себя 15 электростанций, в том числе 7 современных блоков пары газовых установок, о которых я скажу позже, и 34 котельных, которые за последние несколько лет переданы в «Мосэнерго» из дружественной компании, Московской энергетической компании. И это сделано умышленно, с большими планами, и планы эти уже реализуются. А планы заключаются в том, чтобы тепловую нагрузку с этих маленьких неэффективных котельных перевести на тепловые электростанции наши ТЭЦ, тем самым увеличив их эффективность, ну и автоматом сократить негативное влияние на окружающую среду. Итого, установленная электрическая мощность «Мосэнерго» на сегодня 12,8 тысяч мегаватт, и установленная тепловая мощность 43 тысячи гигакалорий в час. Вот такая огромная компания, которая, грубо говоря, составляет одну десятую часть от российских компаний. Я потихоньку продолжу тогда. Безусловно, главными направлениями правоохранной деятельности нашей компании являются известны – это снижение негативного влияния на окружающую среду в части сокращения выбросов, выбросов, размещения отходов, спасибо, размещение отходов, снижение шумового влияния и так далее. Наша компания сертифицирована по международному стандарту ISO 14001, система экологического менеджмента соответствует международному стандарту, в связи с чем мы ежегодно проводим международный аудит, подтверждающий это соответствие, что и было сделано в последний раз в ноябре 2018 года. И вот мы подошли к самому важному, на мой взгляд. Вот так выглядит динамика выбросов, сокращение выбросов загрязняющих веществ нашей компании. Я умышленно привожу достаточно большой интервал времени для того, чтобы показать, какой огромный объем работ был выполнен за последние 25 лет. И за этот период, надо сказать, не осталось без реконструкции практически ни одного энергетического котла. И результаты этих реконструкций у вас, перед вами, вы видите, как выбросы сокращены за этот период. Суммарные там практически в 6 раз. Сбросы за меньший период, но также существенно сокращены. Размещение отходов за счет сокращения образования золого шлака также резко уменьшается. Ну вот таким образом ведут себя расходы топлива. Здесь динамика не такая крутая по сокращению выбросов, но если вы увидите по цветным столбикам, то заметно, как резко сокращается потребление угля и мазута. Известно, что эти виды топлива являются не самыми лучшими с точки зрения экологического влияния. Топлива, в свою очередь, его динамика сказывается на выбросах парниковых газов, которые также сокращаются при такой тенденции. И дальше хочу сказать о тех основных крупных мероприятиях, которые выполняются у нас в компании ежегодно по тем направлениям видов природоохранной деятельности, о которых я только что сказал. Самые крупные, понимая ограниченность времени, поэтому сразу перехожу на самые крупные за последние годы. О том, что реконструкция энергетических котлов и водогребных котлов проводились, и к чему они привели, я уже сказал. Но это за довольно большой промежуток времени. А в последние же годы выполнена грандиозная задача, и она сводилась к тому, чтобы внедрить на объектах МОСЭНЕРГО современную высокоэффективную технологию пароградовых установок. Эта технология более эффективна и на 30% сокращает выбросы в окружающую среду. при этом вы видите, что коэффициент полезного действия на наших установках практически достигает 60%, ну 59%. И в период с седьмого по шестнадцатый год в компании восемь таких блоков ПГУ были внедрены до шестнадцатого года. Начиная с прошлого года на некоторых объектах ведутся работы по реконструкции, которые приводят еще более к лучшим показателям с точки зрения энергоэффективности. Так, например, на ТЭЦ-20 проведена реконструкция ГТУ и с 1 февраля, что подтверждается уже аттестационными испытаниями. Мощность блока с 418 мы подняли до 445. Эффективность возрастает и дальше. Для тех, кто, я так понимаю, не все же энергетики, несколько слов о том, что же такое парогазовый блок. И вы будете знать сегодняшнего дня и эту тему тоже. Вот смотрите, картинка разделена на две части. С правой стороны традиционная парасиловая установка, которая включает в себя котел, где происходит нагрев питательной воды до состояния пара. Пар подается на турбину и вращается генератор, вырабатывает электрический ток. Это очень схематично. Теперь, что происходит на левой части, на левой картинке, где представлена парогазовая установка. Здесь мы имеем уже бинарный цикл. То есть происходит дважды выработка электроэнергии. Первый раз при работе газовой турбины с левой стороны. Дальше отработанные газы направляются в котел утилизатор, нагревают пар и пар подается уже на паровую турбину и электрический ток производится второй раз. Отсюда у нас появляется вот такое увеличение коэффициента полезного действия. Внедрение блоков ПКУ позволяет нам еще и заняться выводом из эксплуатации неэффективных старых мощностей. Так эта работа уже ведется и до 2020 года осталось всего ничего. у нас в планах вывод 605 мегаватт таких неэффективных мощностей на более старых наших электростанциях. Вот такой эффект мы имеем за период внедрения в ПКУ только от этого мероприятия. Мы сэкономили условного топлива 3 млн тонн, при этом сократили вывоз парникового газа почти 5 млн тонн и сократили вывоз запресняющих веществ около 6500 тонн. Вот ПКУ, о которых я сказал. Их установленная мощность в объеме МОСЭНЕРГО составляет 22%. Это очень большая величина. Вот видите, всего 8 блоков, не так много, но их мощность довольно велика и всего это 22% от всей установленной мощности. При этом поскольку оборудование более эффективно, оно естественно загружается в большей степени и эти наши 8 блоков дают 27% выводки электроэнергии от всей нашей компании. Следующая тема топливная. Здесь хочу сказать, что в прежние времена компания МОСЭНЕРГО представлялась в основном угольными станциями. И начиная с 70-х годов до 90-х годов, даже с 50-х до 90-х годов, был произведен переход городских станций на газовое топливо. При этом надежность электростанций, можно сказать, даже улучшилась, усилилась в достаточной степени. И теперь все ТЭЦ, которые находятся внутри города, они уже давно, и мы к этому привыкли газовые. А осталась еще одна электростанция в составе МОСЭНЕРГО, это ТЭЦ-22, которая в своем составе имеет уголь. И вот дальше я хочу об этом немножечко рассказать. Доля ТЭЦ-22 в угольном балансе всей компании 9,5%. При этом уголь, ну, в годы максимальное сжигание за последние годы составляет в объеме самой станции 14,5%. Вот, она хоть и угольная, но угольная означает, что может сжигать уголь, и его сжигает частично. Вот количество угля вот такое. И сейчас задача перед МОСЭНЕРГО стоит, связанная с переводом ТЭЦ-22 полностью с угля на газ, уголь исключить из потребления, для того, чтобы и улучшить экологическую ситуацию в районе ТЭЦ-22, а это ни много ни мало, а около миллиона населения Москвы и ближайших народов. Надо сказать, что уголь не самый лучший вид топлива с точки зрения экологии, поэтому отказ от угля на 22 станции на 22 ТЭЦ, он позволит сократить на 20% выбросы суммарные по Москве от стационарных источников. Это довольно крупная величина. При этом территория золоотвала, без которых обойтись нельзя при сжигании угля, очень большая, 75 гектаров. Понятно, что эта территория может быть использована для разных нужд, тем более, что место, на котором располагаются золоотвалы, оно на берегу Москва-реки, очень приличное, красивое, рядом Николого-Брежский монастырь. Я думаю, что решения будут надены по этим территориям очень, я думаю, радостным для населения. Для того, чтобы такой переход осуществить, необходимо, безусловно, выполнить ряд мероприятий. Вот здесь я коротко говорю о том, какие мероприятия мы сейчас уже выполняем. Из 11 энергетических блоков нам надо будет реконструировать все энергетические, потому что они все у нас способны сжигать уголь, надо их будет перевести полностью на газ. Один блок номер 9 уже практически реконструирован, приступили ко второму блоку. После реконструкции энергетических блоков необходимо будет решить вопрос обязательно с резервным видом топлива. В этой ситуации нам предстоит исключить как один из основных видов топлива уголь, увеличить долю резервного топлива в виде газа. Для этого нужен будет независимый дополнительный год, чем сейчас занимается компания. Ну, а все оборудование, которое сконцентрировано на угольном складе, на топливоподаче и так далее, это, безусловно, подлежит демонтажу, и территории также могут быть использованы для каких-то других целей. Наша программа. Продолжение следует... Продолжение следует...